Здравствуйте! Тема нашего урока сегодня – неправительственные организации в гражданском обществе. Сегодня на уроке мы определим роль неправительственных организаций в становлении и развитии гражданского общества, оценим деятельность неправительственных организаций в разных странах. Что такое неправительственная организация? Само понятие неправительственная организация возникла сравнительно недавно, в 1945 году, после принятия учредительной хартии ООН. До сих пор термин неправительственная организация остается расплывчатым. Наряду с этим термином применяются такие термины, как гражданское общество, третий сектор, некоммерческий сектор. В Казахстане неправительственная организация звучит так. Это некоммерческая организация, за исключением политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений, созданная гражданами и или негосударственными юридическими лицами на добровольной основе для достижения общих целей. Что делают неправительственные организации? Целью их является не получение финансовой прибыли, а несколько другое. Прежде всего, это благотворительные цели, просветительские, религиозные, социально-экономические, политические. Неправительственные организации являются связующим звеном между государством и массой людей, так как неправительственные организации напрямую контактируют с населением и лучше знают их потребности и проблемы. Неправительственные организации проводят семинары, тренинги, конференции, снимают фильмы, ролики и, самое главное, предоставляют социальные услуги населению, например, для детей с особыми потребностями, инвалидом, бездомным, неизлечимо больным. Обратите внимание на общественный фонд права, а также очень известна в Казахстане ассоциация родителей детей инвалидов. Неправительственная организация бывает международная, а также такие организации действуют в рамках отдельной страны. Самое известное международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца основано в 1863 году, объединяет 17 миллионов сотрудников и волонтеров по всему миру. Штаб-квартира находится в Женебе и сюда входят 74 страны мира. Конференция международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца созывается раз в 4 года. В своей деятельности волонтеры и сотрудники обществ Красного Креста и Красного Полумесяца руководствуются этими фундаментальными принципами. Гуманность, беспристрастность. Движение не проводит никакой дискриминации по признаку национальности, расы, религии, класса или политических убеждений. Все люди перед страданиями равны. Нейтральность. Движение не может принимать чью-либо сторону в вооруженных конфликтах и вступать в споры политического, расового, религиозного или идеологического характера. Независимость, добровольность, единство. В стране может быть только одно национальное общество Красного Креста или Красного Полумесяца. Универсальность. Движение является всемирным. Вклад в мирное созидание отмечен тремя Нобелевскими премиями, а опознавательные знаки Красный Крест и Полумесяц на Белом Полотнище знакомы всем людям как символ гуманизма и добровольности. Международная амнистия. Эта организация была создана в 1961 году в Великобритании. Организатором был юрист Беннесс. В деятельности этой организации принимает участие более миллиона человек из 150 стран мира. Главной целью международная амнистия считает защиту прав человека. Проводит расследование нарушения прав человека, доводит до общественности, пытается освободить узников совести, заключенных в тюрьме из-за веры этнического происхождения, цвета кожи, языка. Международная амнистия работает по семи главным направлениям. Права женщин, права детей, искоренение пыток и отмена смертной казни, права беженцев, права узников совести, защита человеческого достоинства. Организация располагает архивом документов обузников совести, помогает родственникам заключенных, делает представления в правительстве и помогает бывшим заключенным в поисках убежища и трудоустройства за рубежом. Одной из своих сильнейших сторон организация считает публикацию беспристрастных достоверных докладов. Сбор материалов для докладов осуществляется посредством бесед с потерпевшими и должностными лицами, наблюдения на судебных процессах, работы с правозащитниками на местах и отслеживания сообщений. Международная амнистия и Международный комитет Красного Креста – это две наиболее известные организации. Обе организации имеют авторитет не только среди широкой публики, но и в ООН. Перед вами представлен титульный лист доклада опубликованной организации «Международная амнистия по вопросам прав человека в Китае». Greenpeace в переводе с английского языка означает «зеленый мир», основана была в 1971 году в Канаде. Greenpeace выросла из группы энтузиастов до крупной международной экологической организации, известной всему миру. Главная цель – добиться решения глобальных экологических проблем. В центре внимания этой организации такие проблемы. Загрязнение окружающей среды, глобальное изменение климата, чрезмерный вылов рыбы, сокращение площади лесов. Принципы действия Greenpeace. Независимость. Greenpeace существует только за счет пожертвований сторонников, не принимает финансовую помощь от государственных структур политических партий и бизнеса. Ненасильственность. Все акции – выражение мирного протеста, даже если эти действия выглядят неоднозначными. Например, активисты Greenpeace прикрывали своими телами китов, маневрируя на небольших надувных лодках между кораблями и китами, на которых были направлены гарпуны. Greenpeace не отвечает на агрессию тем же, даже когда сталкивается с запугыванием или угрозой. Протест действия. Greenpeace известен своими громкими акциями, нацеленными на привлечение внимания СМИ, общественности и властей к экологическим проблемам и тем, кто виновен в их возникновении. Например, против компании British Petroleum, устроившей катастрофу в Мексиканском заливе в 2010 году, Greenpeace провел целый ряд громких акций. Активисты срывали публичные выступления ее руководства, многократно пикетировали штаб-квартиру. Международная организация «Врачи без границ» создана в Париже в 1971 году. Эта организация оказывает чрезвычайную медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате военных конфликтов, эпидемии, голода, вынужденной миграции и природных катастроф. Врачи без границ соблюдают нейтралитет и оказывают помощь независимо от расовой, национальной принадлежности, половой, религиозного вероисповедания и политических воззрений. В связи с войной в Африке и на Ближнем Востоке мир захлестнула волна беженцев. Главной заботой организации «Врачи без границ» стало спасение беженцев из Ливии в Средиземном море. Основные проекты этой организации сегодня – коронавирусная инфекция COVID-19, туберкулез, помощь жертвам войн и конфликтов. Именно благодаря настойчивости организации «Врачи без границ» проблема гуманитарной помощи стала одной из приоритетных в деятельности международной политики. Что собой представляет неправительственная организация в Казахстане? Согласно данным Министерства юстиции Республики Казахстан на 1 октября 2019 года в Казахстане зарегистрировано 17 988 некоммерческих организаций. Главное направление деятельности НПО – это поддержка социально уязвимых слоев населения, молодежная политика и защита прав, законных интересов граждан. Следующий – охрана окружающей среды, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, образование, наука, информация. Ну а на последнем месте стоят гендерные вопросы. Каковы же источники финансирования НПО? Главный источник финансирования для НПО в Казахстане – это государственный социальный заказ, составляет 29,3%. Международные гранты составляют 23,6% и на третьем месте спонсорская помощь – 13,5%. В отличие от европейских стран, где в основном неправительственные организации существуют за счет частных пожертвований, в Казахстане неправительственные организации, как вы видите, существуют за счет государственного социального заказа. Особый интерес представляет такой аспект гражданской активности, как волонтерское движение. Согласно наблюдениям, в последнее время в Казахстане волонтерское движение значительно продвинулось. Согласно статистике, в основном волонтерами являются мужчины молодого возраста из состоятельных семей и городской местности. Интересно, что собой представляет волонтерское движение по регионам. Если мы посмотрим на карту регионов по уровню волонтерской активности, то самый высокий уровень в таких городах, как Алматы и Шимкент. А теперь давайте проверим полученные знания. Неправительственные организации – это правильный ответ. Неправительственные организации – это организации и учреждения, созданные частными лицами и некоммерческими организациями без участия официальных институтов. Следующее задание. Определите признаки, присущие НПО. Правильных ответов здесь может быть несколько. Правильные ответы. Основные признаки, присущие НПО, созданы на добровольной основе, не применяют насильственные методы, государственные органы не являются учредителями. Следующее задание. НПО осуществляет свою деятельность на основании устава и на собственные средства, которые формируются за счет. Вам необходимо найти правильное утверждение, верно или неверно. НПО осуществляет свою деятельность на основании устава и на собственные средства, которые формируются за счет. Взносов их членов – это верный ответ. Грантов – также верный ответ. Государственного социального заказа – верно. Иностранной помощи без дополнительных обязанностей по отчетности – неверно. Пожертвование – верно. Следующее задание. Ставьте пропущенные слова. Проверьте себя. Суть НПО отражается в том, что их создание и дальнейшая деятельность являются добровольными, а не функционируют на основе самоуправления, а не находятся под руководством органов государственной власти. Также их главной целью не является получение прибыли от осуществляемой ими деятельности. НПО не включает себя. Выберите несколько правильных ответов. Правильные ответы. НПО не включает себя. Политические партии, религиозные объединения, профессиональные союзы. Основные положения темы. Сегодня на уроке мы узнали, что неправительственные организации играют значительную роль в построении гражданского общества, в защите прав и интересов граждан, поддержке стран и граждан, оказавшихся в трудных ситуациях. На этом наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok